Америка разрабатывает невероятный самолет будущего, и именно о нем я и хочу вам рассказать. Сегодня вы узнаете о самом быстром самолете в мире, который носит гордое название Lockheed SR-72 Darkstar. Мы поговорим о его создании, технических характеристиках и, конечно же, рекордах, которые он должен побить. Обещаю, будет интересно. Неуловимая легенда прошлого Но прежде чем начать про разработку самого лучшего самолета на планете, я бы хотел поведать вам о его предшественнике. Как вы думаете, какой военный самолет можно считать самым лучшим? Многие назовут модель того или иного истребителя из разных стран. А я отвечу, что самый лучший военный самолет тот, который никто и никогда не может перехватить. И как минимум один такой есть. Знакомьтесь, это Lockheed SR-71. Это самый быстрый на текущий момент самолет во всем мире. И что наиболее примечательно, создали его в далеком 1964 году. Пока не очень круто звучит, не так ли? А если я вам скажу, что этот кусок металла мог разгоняться до скорости 3,5 маха? Если вы не знаете, сколько это, то вот вам небольшая справка. Один мах равняется скорости звука. Да-да, вы не ошиблись. Этот самолет был быстрее звука в 3,5 раза. Но и это далеко не все, что было интересного в этом самолете. Но давайте обо всем по порядку. Как вы можете понимать, создание подобного самолета было далеко не простым. Ученые того времени совершили буквально невозможное. И все это благодаря холодной войне и огромных бюджетов на исследование чего-то нового. Именно так и продвигалась наука. Оружием и всеми ужасами, которые связаны с ним. И тут я бы хотел окунуться в историю. Дело в том, что в те годы между США и СССР шла холодная война. Помимо этого, было довольно много других локальных конфликтов. Например, во Вьетнаме, Северной Корее, а также в Сирии, Египте и Иордании. И везде Америка старалась использовать этот самолет по назначению. В те времена не было такого вооружения, которое могло бы перехватить SR-71. Но и вооружение он на себе нести не мог. Это был разведчик, который делал фотографии местности и сил противника с воздуха. И именно тут он был полезен как нельзя кстати. Холодная война между США и СССР Но тут я бы хотел остановиться на холодной войне между США и СССР. Ведь это, пожалуй, самый интересный конфликт с точки зрения использования этого удивительного самолета. В общем, если вы читали учебники истории, то наверняка знаете, что СССР использовал Кубу для размещения своих ядерных боеголовок. Это было нужно для стратегического сдерживания Америки, которая находилась слишком далеко от Евразии, чтобы нанести прямой удар ракетой с территории самого Советского Союза. И, естественно, на острове Куба было немало другого вооружения. К примеру, передовое ПВО и самые лучшие на тот момент самолеты-перехватчики МиГ-25. И каково же было удивление советов, когда над их территорией спокойно летал разведчик на абсолютно недостижимых скоростях. Чтобы вы понимали, не то что перехватчики не могли догнать это чудище, но и системы ПВО были бессильны. И я хочу отметить тот факт, что ракеты для перехвата самолетов и других ракет двигаются по наиболее оптимальной траектории и на очень высокой скорости. Но, видимо, не настолько высокой, как нужно было бы для перехвата 71-го. В общем, за все время эксплуатации, а это примерно 30 лет, ни один 71-й не был сбит или уничтожен противником. Все боевые вылеты были полностью успешными. Но как американцы смогли достичь столь высокой результативности? Сейчас расскажу. Все дело во многих очень крутых инженерных решениях, которые оказались под капотом этого разведчика. Дело в том, что у него был крайне особенный двигатель. Его уникальность заключалась в том, что на дозвуковых скоростях ниже одного маха он работал как самый стандартный турбореактивный движок. А вот когда скорость превышала определенный порог, он превращался в прямоточный. Помимо этого, на скорости у него на мото-гондолах имелся подвижный конус, который точно так же на высоких скоростях убирался, чтобы достичь максимальной производительности. Именно благодаря этому и удавалось достичь столь большой скорости. Секретные технологии прошлого Но не только скоростью был богат 71-й. Его преимущество заключалось и в специальной технологии стелс. Что это такое? Это специальное покрытие, краска на ферритовой основе. Она позволяет поглощать радиоволны, которые используются в радиолокаторах и системах наведения как ПВО, так и обычных ракет. Помимо этого, в топливо добавлялся цезий. Нет, не для того, чтобы устраивать газовые атаки над противником. Он позволял уменьшить тепловые выбросы двигателей. Так ракетам с инфракрасными датчиками еще тяжелее было бы перехватить этот самолет. В совокупности все эти технологии позволяли 71-му оставаться незамеченным. Особенно это удивительная краска, ведь благодаря ней огромный корпус разведчика должным образом охлаждался. А ведь это крайне важно, когда ваш самолет достигает настолько высоких скоростей. Обычное трение об воздух, которого мы не замечаем, может буквально сжечь что угодно. Далеко ходить не нужно, просто взгляните на метеориты, которые падают к нам на планету. Все они сгорают дотла, будучи огромными глыбами. А что там по техническим характеристикам этого самолета? А тут все крайне интересно. Его так называемый потолок, максимальная высота, на которой этот разведчик может с комфортом летать, составляет 16 миль. А дальность полета на одном баке целых 3000 миль. И все это при скорости в 3 маха. Впечатляюще, не так ли? Правда, тут есть одно но. Этот самолет слишком много потреблял топлива. Настолько много, что даже ваша машина за год столько не использует, сколько 71-й на разведывательной миссии, мчащейся по небу на форсаже. Короче говоря, это было очень дорого. Ну и размеры у этого разведчика были внушительные. Длина более 100 футов, размах крыльев 50. А весила эта тушка более 70 тонн. В общем, это совершенно не маленький самолетик, который сложно поймать, как комарика. Это огромная махина. Странно, как она только не падала. К счастью, аварий с этими удивительными машинами почти не было. А ведь это очень страшное событие даже на обычной автомобильной дороге, тем более в США. Вы попали в ДТП в Америке и не знаете, что делать дальше. Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП. Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Наследник императора. Ладно, вижу, вы уже чуть-чуть устали от истории про этот древний самолет. Но я не мог не рассказать о нем, ведь SR-72, о котором сегодня и пойдет речь, стал прямым наследником и продолжением для легенды. Правда, есть одно но. Этот самолет пока что не существует. Вернее, скорее всего, он уже есть. Просто мы с вами не сможем его увидеть, ведь стоит он на военной базе. С самыми жесткими ограничениями. В чем вообще суть проекта SR-72? В том, чтобы преодолеть существующие рекорды скорости. И нет, не на пару десятых маха, а почти что в два раза. Дело в том, что Локхит нацелились на цифру в целых 6 махов. Я просто в шоке, ведь человечество еле как обгоняет скорость звука. Это настолько быстро, что можно пролететь половину Евразии всего за час. Я вам больше скажу, если эта махина сможет лететь примерно так 6 часов, то за это время она сделает полный круг вокруг нашей планеты. Теперь то понятно, насколько это быстро. Ну и, естественно, в этом самолете будет все самое лучшее. Обязательный атрибут для него – технология стелс. Она настолько хорошо себя зарекомендовала тем, что позволяет серьезно охлаждать поверхности, что просто необходимо для применения в этом планере. Насчет того, какое в нем будет топливо, к сожалению, никто ничего не сможет сказать уверенно. Возможно, это будет нечто новое. Какая-то разработка, которая позволит достигать сумасшедших мощностей. А может быть, все будет точно так же, как и в старом, добром 71-м. Об этом мы узнаем уже совсем скоро. Почему я так думаю? А все дело в том, что опытные образцы меньшего размера и, соответственно, с худшими характеристиками уже взлетали в небо. Модернизация самолета Многие могут подумать, что раз это прямое продолжение легендарного SR-71, то и отличий там будет немного. Но на деле это далеко не так. Двигатель имеет довольно схожую схему работы. На низких скоростях он работает как обычный турбореактивный, а вот на высоких переключается в другой режим. Именно это и позволяет ему развивать настолько большую мощность и скорость. Как именно это будет реализовано, пока неизвестно. Но лично я предполагаю, что для его создания возьмут предыдущие наработки. Не пропадать же добру. И еще один факт, над которым спорят фанаты авиационной верфи Lockheed. SR-72 может оказаться полностью беспилотным. Да-да, вы не ослышались. Но почему? Тут все дело в безопасности людей и их физиологических возможностей. К сожалению, наше с вами тело несовершенно. Во многих случаях оно может получить увечья, хотя вы для этого совершенно ничего не делали. И слишком быстрый набор скорости 72-м как раз подходит под это определение. А теперь представьте себя на месте пилота. Вы мчитесь на огромной высоте. Вас обволакивает жесткое кресло пилота, а за стеклом вы едва ли что-то можете различить, ведь скорость просто сумасшедшая. Так помимо этого, ваш самолет нормально так разогревается. Не хотел бы я оказаться в этой консервной банке без кондиционера. А он тут может и не оказаться. В погоне за скоростью инженеры будут делать все, чтобы снизить вес и улучшить летные характеристики планера. А сплит-система будет занимать место, так и весит она довольно много. Вот и думайте, почему его сделают беспилотным. Хотя никто не отказывается от возможности создания пилотируемой версии. Все же беспроводная связь, хоть и хорошая, но может навредить при таких скоростях. Даже мельчайшая задержка в пару миллисекунд может привести к уничтожению самолета. А это вам не пара миллионов долларов. На проект по разным мнениям затратили несколько миллиардов, а некоторые эксперты утверждают, что разработка обойдется в триллион баксов. А вы верите в эти цифры? Боевой истребитель нового уровня Ну и самое интересное я оставил для вас напоследок. Дело в том, что в наше время у военных уже давно есть специальные спутники, которые могут сделать любую фотографию с огромной точностью. Просто зайдите на гугл-карты, и вы сможете там найти свой дом, машину и офис. Что уж говорить про военные телескопы, которые находятся прямо сейчас в космосе. Они то могут снять все с такой точностью, что вы даже колесо от машины сможете разглядеть. Так зачем в век таких технологий делать разведчик, который все равно может быть сбит? ПВО-то не стоит на месте, и уже давно может перехватывать действительно быстрые объекты. Именно к этой мысли и пришли создатели, и заявили, что SR-72, скорее всего, сможет нести на своем борту вооружение. Что это будут за ракеты? Уверенно сказать никто не может, но я нашел статью, в которой говорилось о высокоточном оружии. Представьте, насколько может быть эффективен этот самолет. Достичь цели в одно мгновение, почти незаметно нанести удар, и с такой же высокой скоростью покинуть потенциально опасное место. Это же просто лучший истребитель нашего времени. А если этот самолет сможет нести, пусть и маленький, но ядерный заряд, тогда всем противникам уж точно не сдобровать. Почему Dark Star? Кстати, вы наверняка могли заметить, что много в каких статьях SR-72 называют Dark Star, о чем я, оно же даже в названии моего ролика, но откуда это прозвище? Ведь Lockheed еще не дало имя этому самолету. А тут все дело в фанатской базе. Недавно вышел один фильм, который называется Top Gun Maverick. В нем как раз показан вымышленный самолет, который основан именно на 72-м, и он как раз таки носит имя Dark Star. Видимо, любителям Lockheed Martin настолько понравился этот фильм, что они решили связать название вымышленного самолета с реальным. Но лично мне не очень нравится это имя. Кажется, что можно придумать что-то куда более грозное и интересное. Вот взять, к примеру, название одного советского бомбардировщика. Ту-160. Ему дали прозвище Белый Лебедь. Согласитесь, звучит невероятно мощно и круто. Лично мне кажется, что такое имя ему очень подходит. Ведь он имеет весьма узнаваемые светлые очертания. Да и при виде него невольно пробегают мурашки по коже, будто ты увидел невероятно красивого лебедя. И этот самолет тоже своего рода легенда. Ведь он является самым быстрым бомбардировщиком в мире. И мало того, он еще и самый тяжелый. В общем, удивительная машина. Так что, если хотите, я сделаю ролик и о нем... Интересные факты и слухи. Ну что, пора бы мне заканчивать. Но перед этим я бы хотел рассказать вам пару слухов, которые нашел на просторе интернета. К примеру, Dark Star будет обладать уникальной системой под названием Prompt Global Strike. Что это такое? А это программа, которая будет применяться специально для того, чтобы атаковать буквально любую точку на планете Земля в течение всего одного часа. И при этом не потребуется никакого участия человека. Достаточно лишь указать цель. И все? Удивительно, не так ли? А как вам этот самолет? Пишите в комментарии свои мысли на его счет. А я буду и дальше ждать, ведь в конце этого десятилетия как раз-таки должен выйти этот самолет. Надеюсь, вам понравился этот ролик и спасибо за внимание.